Здравствуйте, уважаемые товарищи, избиратели, москвичи! Несколько слов о завтрашнем заседании по поводу принятия бюджета города Москвы на 2021-2023 года. Фракция КПРФ в Московской городской думе сформировала более 40 поправок. Часть поправок будет от фракции подаваться, часть индивидуально от каждого депутата. Наши поправки все имеют социальную и общезначимую общегородскую характеристику. Мы будем просить у правительства города Москвы финансирование советов ветеранов первичных. Они недополучают финансирование на данный момент. Будем обращаться к правительству Москвы с тем, чтобы в соответствии с нашими поправками были построены социальные объекты, поликлиники, детские садики, физкультурно-оздоровительные комплексы, потому что есть микрорайоны, в которых коммерческое жилье сегодня продано, а рядом надлежащей инфраструктуры не имеется. Есть недострой, такие как воскомнатный проезд, дом 1. Там по плану застройки должен был построиться детский садик. До сих пор детский садик не возведен. Есть ЖК Юрлова, то же самое, детский садик не возведен. Есть другие адреса по городу Москве, в частности Бутова. Там стоматология отсутствует, мы ходатайствуем об этом. И обратилась крупная инициативная группа жителей Бутова с тем, чтобы попросить от лица фракции КПРФ правительство Москвы для того, чтобы там открылась женская консультация. Если мы говорим о демографии, значит нужно заботиться о здоровье наших уважаемых женщин. Далее мы просим правительства Москвы профинансировать категорию детей войны, проиндексировать те выплаты, которые уже имеются, 1584 рубля. Мы предлагаем повысить до 2000 рублей и проводить индексацию ежегодно, не позднее 1 апреля следующего года. Также мы предлагаем профинансировать строительство муниципального жилья для уважаемых очередников, для того, чтобы переселить жителей общежитий, которые сегодня попали в трудную жизненную ситуацию, проживают в ветхом жилье, их нужно переселить в новые квартиры. Такие адреса есть по всем местам в Москве Ставропольской, дом 17, Измайлова. И еще есть перечень адресов, где жители продолжают проживать в непригодном для жилищных условий зданиях. Поэтому мы будем требовать финансировать их переселение. И еще много других поправок, такие как летний отдых детей, социальная сфера, социальные приюты для трудных подростков, для попавших в трудные ситуации. То, что имеется сегодня приюты в разных районах, они уже свою роль сыграли. Но нужно категорию детей, которые обездолены сегодня, оказываются на улице, нужно категорию этого расширять. Потому что мы считаем, что Департамент соцзащиты не уделяет должной внимания нашим подросткам и малолетним детям, которые учатся в школе. Поэтому мы заботимся о воспитании молодого поколения. Будем настаивать на всех наших поправках. Будем бороться за то, чтобы принято было максимальное количество наших поправок. Если наши поправки не будут учтены, мы будем голосовать против. Продолжение следует...